Здравствуйте, уважаемые слушатели онлайн-курса физическое металловедение. На прошлом занятии мы закончили изучать блок диффузии в металлах. Сегодня мы начинаем изучение нового блока онлайн-курса, в котором познакомимся с основами теории сплавов и диаграммами состояния двухкомпонентных систем. Теория сплавов Это часть системы, которая имеет однородное химическое строение и структуру. В металлических сплавах фазы могут представлять собой металлические кристаллические решетки, интерметаллические соединения и аморфные области. Система Это общая составляющая для всех фаз, находящихся в термодинамическом равновесии. Например, система может состоять из двух или более фаз, существующих при определенных температуре и давлении. Фазовая диаграмма Это графическое изображение термодинамических условий, при которых различные фазы существуют в системе. Диаграмма показывает, какие фазы существуют при разных температурах и концентрациях компонентов сплава. Растворимость Это способность одного вещества растворяться в другом, в определенных условиях. В случае сплавов это может быть твердый раствор, где атомы и молекулы одного компонента растворены в кристаллической решетке другого компонента. Кристаллическая структура Мы знаем, что сплавы могут иметь разные типы кристаллических структур, такие как кубическая, гексагональная, тетрагональная решетка. Это зависит от атомной структуры компонентов и взаимодействия компонентов друг с другом. Скорость охлаждения Скорость охлаждения напрямую влияет на микроструктуру сплавов. Быстрое охлаждение может привести к образованию мелкозернистой структуры или аморфных паз, в то время как медленное охлаждение способствует образованию крупного зерна. Механические свойства Твердость, прочность, усталость, удлинение при разрыве. Все эти механические свойства зависят от состава микроструктуры и термической обработки сплава. Термическая обработка Это процессы нагрева и охлаждения, которые используются для изменения микроструктуры и свойств плава. Термическая обработка может включать в себя закалку, отжиг, отпуск. Изучение теории сплавов помогает инженерам и материаловедам разрабатывать сплавы с определенными свойствами, оптимизировать их производственные процессы и понимать их поведение в различных условиях эксплуатации. Под сплавом понимают вещество, которое получено путем сплавления двух или более элементов. Существует несколько способов получения сплавов. Это спекание, электролиз, возгонка. Сплав, полученный преимущество из металлических элементов и обладающий металлическими свойствами, называет металлическим сплавом. Сплавы по сравнению с чистыми металлами обладают более разнообразным комплексом свойств, которые меняются в зависимости от состава и метода обработки. Существуют основные понятия в теории сплавов. Это система. Система – группа тел, выделяемых для наблюдения и изучения. В металловедении системами являются металлы и металлические сплавы. Чистый металл является простой однокомпонентной системой. Сплав – это сложная система, состоящая из двух или более компонентов. Самые многочисленные виды сплавов металлов изготавливаются на основе железа. Это стали, чугуны и ферриты. Сплавы металлов являются широко используемыми материалами, благодаря их уникальным свойствам и разнообразности применения. Вот некоторые из основных видов сплавов. Сталь – это сплав железа с углеродом, часто с добавлением других элементов, таких как хром, никель, марганец. Сталь используют во многих отраслях, включая строительство, автомобилестроение, машиностроение и другое. Чугун – это сплав железа с углеродом и другими добавками, которые обычно содержат более чем 2,4% углерода. Чугун обладает хорошей текучестью и применяется, например, для изготовления отливок и деталей различных двигателей. Алюминиевые сплавы включают алюминий с добавлением других элементов, таких как медь, магний, кремний, цинк. Алюминиевые сплавы отличаются легкостью, прочностью, коррозионной стойкостью и широко используются в авиации, автомобильной промышленности, строительстве и других отраслях. Также существуют и медные сплавы. Они включают медь с добавлением других металлов, таких как цинк, олова, никель, алюминий. Медные сплавы известны своей высокой электропроводностью, теплопроводностью и применяются в электротехнике, судостроении и производстве монет. Титановые сплавы включают титан с добавлением других элементов, таких как алюминий, ванадий, никель. Титановые сплавы обладают высокой прочностью, низкой плотностью и хорошей коррозионной стойкостью. Используются в авиации, медицинском оборудовании, промышленной аппаратуре и других областях. Никелевые сплавы. Это сплавы никеля с другими металлами, такими как хром, железо, медь. Кобальт. Они обладают высокой термической и химической стойкостью. Используются в производстве жаропрочных и коррозионно-стойких материалов, например, в аэрокосмической промышленности и химическом оборудовании. Это лишь некоторые из основных видов сплавов металлов. И существует множество других специализированных сплавов, а также возможности комбинирования различных металлов для создания специфических свойств и характеристик сплавов. Уважаемые слушатели, сегодня мы начали изучать первую тему блока «Основы теории сплавов». На следующем занятии мы продолжим изучение нового блока онлайн-курса и поговорим о кристаллизации и рекристаллизации металлов. В процессе подготовки к лекции были использованы материалы, ссылки на которые вы сейчас видите на слайде.